Сегодня говорим о катастрофе в московском аэропорту Шереметьево, где накануне российский самолет Суперджет потерпел катастрофу. Проект самолета обошелся российскому бюджету в 675 миллионов долларов в эквиваленте. За весь проект отвечал Сергей Чемизов, друг Владимира Путина, у которого фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел недавно квартиру напротив Кремля за 107 миллионов долларов в эквиваленте. Вот так. С вами студия Игорь Винявский. Добрый вечер. Самая высокая температура, они оттуда вытаскивают людей. Работает государственная комиссия по расследованию обстоятельств. 41 человек погиб в результате пожара в самолете Сухой Суперджет-100, принадлежащий авиакомпании Аэрофлот. Среди версий трагедии недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность из-за погодных условий. Подробнее о происшествии и ходе следствия Денис Шпигов. Авиалайнер Сухой Суперджет-100 авиакомпании Аэрофлот вылетел в Мурманск в 18.03. Менее чем через полчаса самолет был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке самолет охватил огонь. На борту авиалайнера находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Сразу же после остановки самолета бортпроводники объявили об эвакуации и помогали людям покинуть горящий Суперджет по двум надувным трапам. Где была самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей и помогали. Пассажиров эвакуировали через переднюю дверь лайнера. 22-летний бортпроводник Максим Моисеев пытался открыть дверь в хвосте самолета, однако безуспешно. После этого он начал направлять пассажиров в носовую часть борта. Но выйти из пылающего лайнера Максим так и не смог. В результате трагедии он и 40 пассажиров погибли. Шестеро госпитализированы, из них пятеро в тяжелом состоянии. Определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, самая тяжелая пострадавшая имеет ожоги пламенем, где-то примерно 15-18%. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий причин катастрофы – недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность из-за погодных условий. В аэропорту Шереметьево работает государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, который возглавил министр транспорта Российской Федерации. Телеграм-канал «База» связался по телефону с пилотом лайнера Денисом Евдокимовым, который рассказал, что, по его мнению, сбой произошел из-за попадания в самолет молнии. Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления и потеря радиосвязи, кратковременная, которую потом удалось восстановить. Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз задрав нос на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Эксперты приступили к расшифровке одного из черных ящиков «Суперджет», найденного после авиакатастрофы. Работа также ведется и с двумя другими самописцами. Как пишет издание «Коммерсант», у сгоревшего самолета ранее был зафиксирован технический сбой. Около полутора лет назад во время снижения у самолета не выпустились закрылки. Тогда полет завершился благополучно. После сегодняшней аварии Минтранс не намерен приостанавливать полеты «Суперджет». Расшифровка бортовых самописцев может длиться от двух недель до месяца. Лишь после этого будут обнародованы официальные причины катастрофы. Власти Мурманской области объявили трехдневный траур. 26 жертв крушения были жителями региона. Семьи погибших в катастрофе получат до 10 миллионов рублей компенсации. Денис Шпигов, Белсат. Как должна выглядеть идеальная, или точнее сказать, профессионально отработанная операция реагирования и спасения со стороны службы аэропорта? Этот вопрос мы задали кандидату технических наук, независимому эксперту космического кластера фонда «Сколково» Вадиму Лукашевичу. «Командир передает воздушного судна сигнал тревоги, просит экстренную посадку сразу после взлета, и если пропадает связь, то есть понятно, что на борту происходит что-то совершенно неординарное. Самолет виден на радарах, связи нет. Аэропорт должен был уже напрячься. Почему? Потому что он будет садиться, да, у него шасси выйдет или не выйдет. Если у него шасси не выйдет, он будет садиться на брюхо, грубо говоря. Значит, нужно запенить полностью полосу. Что случилось на борту? Непонятно. Поэтому должна была быть где-то рядом скорая помощь, хотя бы с тех соображений, что кому-то из пассажиров будет плохо. Ну и вообще, теоретически, может быть пожар. Соответственно, значит, пожарные службы должны быть уже в некой готовности. Может, они не должны стоять прямо на полосе, там, или там, отца полосы рядом, но они должны быть готовы, потому что, в конце концов, он мог мимо полосы промазать и врезаться, допустим, в какие-то там сооружения, стоящие рядом, самолеты и так далее. Мы не видим ни скорой помощи, ни пожарных машин. То есть, что само по себе осмыть точнее неправильно. Я знаю, что есть по нормам летной годности самолетов, НГС-2, есть стандарт норматив 90 секунд на эвакуацию салона. Независимо, большой самолет, маленький, там, 100 человек или 500. Вот, соответственно, 90 секунд эвакуация всего салона. А здесь аэроход уже отчитался, что за 55 секунд они провели сеть эвакуацию салона. Ну, вот, бред сивой кобылы, потому что норматив 90 секунд – это на весь салон. Это на всех находящихся пассажиров. А если у тебя больше половины сгорело заживо, ты вообще как вообще, о чем ты говоришь? Ты мог первых трех человек за три секунды выкинуть и рапортовать, что ты 20 раз перекрыл норматив. У тебя на борту сколько было? 78 человек, да? Вот ты 78, за 90 секунд должен был эвакуировать. Все люди, которые спаслись, это заслуга вот этих трех бортпроводников. И один из которых, судя по всему, не выжил, там, Моисей, да? И двух этих девочек, которые у трапа сидели. Вот они спасли этих 37 человек. Из них, из-за некоторых жлобов, которые у него еще чемодан над собой забыли. С нами на связи наша коллега из Москвы Екатерина Линникова. Которая находится на месте трагедии в аэропорту Шереметьево. Давайте узнаем последнюю информацию на данную минуту. Катя, добрый вечер. Какие свежие подробности о катастрофе к этому часу? Добрый вечер. Ну, начнем, наверное, даже не столько с подробностей, сколько с личных впечатлений. Вот в аэропорту Шереметьево, где обычно довольно интенсивное воздушное движение и толпу пассажиров, сегодня очень мало людей. И обстановка не то чтобы паническая, ее уже нету, но такая подавленная. Люди передвигаются медленно, говорят потихоньку. Очень многие сдают билеты. Аэроплот уже даже официальное сообщение об этом опускал. Почти два десятка рейсов отменены, еще более трех десятков рейсов задержаны. Вот если отмененные рейсы как раз там табло обозначаются, то задержки, собственно, не обозначены никак. Просто как это формулировала авиакомпания, это не задержка, это время по расстоянию. Сейчас это называется плановое время. Вот поэтому легкая такая путаница возникает. Ну и многие просто, те, кто испугались, сегодня в аэропорту приехали, потому что просто-напросто сдали билеты. Я напомню, до сих пор в эксплуатации у аэрофлота находится 50 самолетов, сухой суперджет. И авиавласти России решили пока полеты этого самолета не запрещать. И, как они заявили, только в случае, если выяснится, что техническая палатка стала причиной катастрофы, только тогда их могут, возможно, запретить. Ну да, вот мы сейчас как раз в материале видели реакцию министра на происходящее, который сказал, что нет никаких оснований для того, чтобы отменять все рейсы, которые выполняют суперджеты. А как вообще сейчас Москва реагирует на эти события? Ведь, в общем-то, производство суперджета, весь сам этот проект, он как бы позиционировался как имиджевый проект Владимира Путина. Я помню, что было расследование Алексея Навального о расходах в рамках этого проекта, о неэффективности проекта. То есть, что сегодня говорили обе стороны об этой ситуации? Игорь, ну тут скорее не говорили, потому что никаких сообщений от официальных властей, из официальных источников до сих пор не поступало. Ну, в общем-то, в этом есть определенная логика, потому что сейчас, наверное, важнее решить вопрос эксплуатации самолета, нежели обсуждать имидж. Но, тем не менее, этот вопрос все-таки поднимается, поднимается в том числе и оппозиционными политиками, в частности, в контексте замалчивания катастрофы. Потому что, например, федеральные российские телеканалы, и многие об этом уже говорят, в том числе в соцсетях, очень мало времени уделили катастрофе, при этом не называя основных фигурантов. То есть, основные компании, не Аэрофлот, не Сухой Суперджет практически не фигурировал в сообщениях телеканалов. И более того, в сообщениях печатных федеральных СМИ. Как правило, это либо во второй части статьи, если есть упоминания, либо его вообще нет, но ни в коем случае не в названии и не в начале. И вот, в частности, Дмитрий Гудков назвал такое замалчивание сегодня преступным. Ну что ж, Кать, спасибо большое. Катерина Алиникова, напоминаю, с нами была на связи. Наш корреспондент из Москвы, прямое включение было из аэропорта Шереметьево. Давайте же узнаем, какие все-таки сегодня реакции на трагедию в Москве о поиске виновных и попытке переложить вину на самих же погибших активно писали в социальных сетях. Какие реакции были? Политики, публицисты, деятели культуры делятся собственным опытом полетов на самолете марки Сухой Суперджет, а также высказывают свое мнение о причинах трагедии и связях Путина с проектом Суперджет. Маргарита Симоньян, главред Раша Тудей, призвала судить людей, которые якобы вместо того, чтобы эвакуироваться из горящего самолета по правилам, начали спасать свои вещи. Но если уж сама Симоньян включилась, значит заказ с самого верха. Властям нужно срочно переключить внимание и перевести стрелки с истинных виновников трагедии на пассажиров. Чемизофрания навязал аэрофлоту покупку недоработанных и опасных Суперджет. Сдуру купившие их ирландцы отказались от неудобных и ненадежных самолетов. А вот в России на них всегда есть спрос, ведь это бизнес бывшего сослуживца и многолетнего близкого друга Путина. Трагедия в Шереметьево была ожидаема. Суперджет сырой продукт конверсии. Людей жалко. Власть должна или списать проект, или уж потратиться на настоящий аудит, доводку и контроль качества. А то везде сплошной рогозин. Я летала на Сухой Суперджет 100 один или два раза. Помню, что трясло сильнее, чем обычно. Но иногда надо лететь срочно, и ты летишь на чем угодно. Иногда в нужную тебе точку летает только одна авиакомпания. И выбора у тебя, в общем-то, вообще нет. Мы буквально две недели назад летели аэрофлотом в Польшу. Самолет был именно Сухой Суперджет. Так вот, борт заменяли три раза. Каждый раз нас выгружали, отвозили обратно в другой терминал, а потом снова на летное поле. Предлагаю компромиссный вариант. Пусть Суперджетами летают президент, члены правительства, возят пул придворных журналистов и всяких ротенбергов. Ну а что, хороший же самолет. К сожалению, произошедшая трагедия не первая в истории эксплуатации модели Сухой Суперджет 100. О других инцидентах, связанных с самолетом российского производства, их причинах в материале Светланы Овчаровой. Трагедия в Шереметьево. Вторая катастрофа с человеческими жертвами за 8 лет эксплуатации воздушных суден модели Сухой Суперджет 100. Первая катастрофа произошла в 2012 году, когда самолет врезался в гору в Индонезии. Тогда погибли все 45 человек, находящиеся на борту. Виновным в трагедии назвали человеческий фактор. Без жертв обошлись два другие инцидента. В 2013 году в Исландии лайнер приземлился без шасси, а в 2018 самолетовая компания Якутия выкатился со взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в Росавиации, борт эксплуатировался с неработающим реверсивным устройством, одним из устройств для торможения самолета при посадке. Тогда воздушное судно получило серьезные повреждения, но никто из 91 человека на борту не пострадал. С 2011 года не удалось самолету российской сборки избежать более мелких неприятностей, которые случаются и с самолетами других производителей. Но есть интересные детали. К примеру, в апреле 2018 года, по сообщению журналистов BBC, в аэрофлоте был выпущен внутренний документ, из которого следует, что с самолетами Суперджет в парке компании инциденты происходили чаще, чем с лайнерами других моделей. Также изданию удалось установить, что около трети авиалайнеров Сухой Суперджет у крупнейших компаний-эксплуатантов простаивает на земле более шести дней подряд. Причина, как отмечает газета, ведомости со ссылкой на свои источники. Проблемы с послепродажным обслуживанием, дороговизной и нехваткой запчастей, а также из-за длительного срока их доставки. Тоже ранее подтвердил на условиях анонимности изданию The Insider пилот аэрофлота. Недавно из всего парка самолетов Сухой Суперджет порядка 30-40 летало меньше десяти. Все остальные стояли у забора сломанные. Это, правда, российская, когда-то и советская авиадействительность, и что с запчастями все очень плохо. В августе 2018 года директор по флоту авиакомпании Якутия, перевозчика которой сделал ставку на самолеты Сухой Суперджет-100, Иван Винокуров, изданию АТО.ру рассказал, что авиакомпания несет огромные убытки именно из-за низкой исправности Суперджетов. Из пяти машин нам не удалось войти в расписание с четырьмя. Периодически у нас были исправны только два самолета из четырех, заявленных в летнем расписании. У нас может не остаться никакого другого варианта, кроме как прекратить эксплуатацию. Рейс отменяет и крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот. Пилот, который летает в Воронеж на Суперджет, говорит, «У меня каждый день лотерея, 50% я улетаю, 50% нет. Это вообще не показатель для авиакомпаний, чтобы рейс выполнялся с вероятностью 50%. Просто финансовая катастрофа». Несмотря на простое отмены рейса в сентябре прошлого года, Аэрофлот подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение на поставку в период с 2019 по 2026 год еще 100 Суперджетов. И пока российские авиаперевозчики от отечественного авиапрома не отказываются, а государство поддерживает и субсидирует. Зарубежные эксплуатанты возвращают самолеты производителю. «Мы самолеты Суперджет 100 продаем. Причем достаточно хорошо освоиваем этот рынок в Мексике». Мексиканская авиакомпания Интерджет, которая планировала закупить 30 Суперджетов, в результате приобрела лишь 22. И уже в 2019 году попросила Россию отремонтировать самолеты, поскольку из купленных лайнеров 15 не летают из-за поломок. А единственный европейский эксплуатант Суперджетов, авиакомпания «Ситиджет» в феврале нынешнего года на своем сайте в разделе «Флот» перестала указывать 7 Суперджетов. Светлана Овчарова, Белсад. Авиакатастрофа в Москве была главной темой сегодня и у наших коллег из русской службы Би-Би-Си. Оксана Важдаева представит сюжет. Оксана, добрый вечер, вам слово. Да, добрый вечер, Игорь. Конечно, это большая трагедия и большая тема. Очень много вопросов по поводу нее возникает в России. По крайней мере, за последние сутки в соцсетях обсуждали поведение пилотов и почему пилот принял решение не вырабатывать топливо, чтобы посадка была мягче, как действовала команда. И в нашем выпуске мы задали все эти вопросы эксперту, летчику-испытателю Виктору Заболоцкому. Здесь, как бы сказать, еще пока ведется следствие само по себе, но то, что была информация, в общем-то, для летчика более-менее, так сказать, понятно что-то. А дальше будет просто уточнение само по себе. Вот смотрите, из той информации, из открытых источников, возможно, из каких-то закрытых ваших, там, я не знаю, связи, знакомых, может быть, вы знаете то, что не знают другие. Вы для себя картину какую-то составили того, что произошло? Ну, вот вся картина, которая сейчас, значит, которая случилась с этим самолетом, она примерно, можно ее разделить на две части. Первая часть это то, что самолет взлетел и шел на Мурманск в наборе высоты, у него ударила молния. Значит, здесь вроде бы сходится все. Вот. Раз был электрический разряд, скорее всего, так сказать, там появились повреждения. И судя по тому, что связь была неустойчивой и прочее, понятно, что самолет без связи двигаться по маршруту, тем более, значит, кружиться в московской зоне с интенсивным движением, это невозможно. Поэтому, естественно, было доложено диспетчерам о том, что будет производиться посадка на аэродроме вылета. Это здесь все очень логично и нормально, здесь ничего особенного такого нет. Другое дело, дальнейшее действие, было снижение, был заход, и первый заход неудачный, будем так говорить. Второй заход, значит, вот закончился вот так. К сожалению, ну, была посадка, но уже посадка немножко в другом плане, она, будем так говорить, аварийная посадка. Вот, поэтому здесь вот эта вот вторая часть, она вызывает вопросы. Если первый вопрос, в общем-то, не вызывает тому, что все сделано логично достаточно, то вторая, она вызывает вопросы, почему. Значит, самолет, вернее так, экипаж перешел на ручное управление, а поскольку это ручное управление подразумевает, что исключение в работе компьютера, самоуправления самолетом, то есть летчик в данной ситуации берет на себя все ограничения, которые принимаются, которые компьютер как бы не исправляет, а не допускает больших отклонений, там, по углу, по тангажу, там, по крену, по, значит, и другие, так сказать, вещи, то он берет просто это на себя. И в данном случае даже управлением дверью там все практически в электронном, так сказать, сделанном виде. Ну, как и на «Бойне», как и на «Эрбасе. Вот. И в данной ситуации почему-то все равно повторно было выполнен заход, так сказать, на большой скорости, достаточно приличный. А что такое большая скорость? Большая скорость, если вы садитесь фактически на три точки, то можно и допустить вот такое козление. Вот. Это козление говорит о том, что самолет, прогрессирующий козел, будет. И в результате этого возникают вот такие вот вещи. И он не рассчитан самолет, но такие нагрузки. Это был летчик-испытатель Виктор Заболоцкий. Он был гостем нашего эфира программы русской службы BBC. Полностью программу можно посмотреть на нашем YouTube-канале BBC Russian. И другие материалы, которые подготовили наши корреспонденты по этой теме, можно почитать на сайте BBC Russian.com. Я напомню, заходите и смотрите. Спасибо большое, Оксана. Оксана Важдаева и русская служба BBC были с нами на связи из Лондона. Специальный выпуск программы «Вот так» подходит к концу. В студии для вас работал я, Игорь Винявский. Увидимся завтра. А сейчас предлагаю еще раз вспомнить о жертвах страшной трагедии, в результате которой погиб 41 пассажир авиалайнера «Сухой Супер-Жет-100». «Сухой Супер-Жет-100». Сухой Супер-Жет-100. Сухой Супер-Жет-100.